Привет, меня зовут Анна, мы начинаем изучать математику, тема первого урока – нумерация. Сегодня мы с вами повторим нумерацию чисел до 1000, также вспомним название разрядов и потренируемся в записи чисел до 1000. Обратите внимание, если вы будете записывать числа в том порядке, в котором вы их называете 1, 2, 3 и так далее, то вы получите ряд чисел, каждая следующая из которых будет больше предыдущего на единицу. 10 единиц образуют один десяток, 10 десятков образуют одну сотню и 10 сотен образуют одну тысячу. Давайте с вами потренируемся и назовем числа, которые у нас здесь записаны в сотнях, десятках, единицах. Итак, у нас есть число, в котором 9 сотен, 3 десятка и 7 единиц. Конечно, это будет число 937. Число имеет 6 сотен, 0 десятков и 1 единицу. Это число 601. Число имеет 8 сотен, 7 десятков и 0 единиц. Это число 870. Число имеет 3 сотни и не имеет десятков и единиц. Нули в этих разрядах. Мы получаем число 300. Вы помните, что каждая цифра в числе имеет свое значение. Менять их местами нельзя. Мы получим новое число. Терять цифры из числа тоже неверно, потому что получается другое число. Давайте вспомним название разрядов, которые мы использовали при записи чисел до 1000. Итак, первый разряд, самый младший, был разряд единиц. Следующий разряд десятков и разряд сотен. Если нам нужно записать число 345, то цифру 5 мы записываем в единицы, цифру 4 мы записываем в десятки и цифру 3 записываем в сотни. Таким образом, мы записали трехзначное число, каждая цифра в котором стоит в своем разряде. Давайте посмотрим на такое задание. Вам нужно сказать, сколько единиц каждого разряда в этих числах. Остановите видео и попробуйте сделать это задание самостоятельно. Если вы уже попробовали это сделать, давайте проверять. Итак, у нас число 848. В нем мы видим 8 сотен, 4 десятка и 8 единиц. Число 670. В нем цифра 6 показывает количество сотен, 6 сотен, 7 показывает количество десятков, 7 десятков. И разряд единиц у нас содержит цифру 0, то есть единиц у нас здесь нет, то есть 6 сотен, 7 десятков, 0 единиц. Число 309. Это 3 сотни, 0 десятков и 9 единиц. И число 500 содержит только сотни, цифру в разряде сотен, это 5 сотен. 5 сотен, 0 десятков, 0 единиц. Отлично. Давайте с вами составим разные трехзначные числа, используя одни и те же цифры. Итак, задание 6 трехзначных чисел нам нужно составить, которые содержат цифры 3, 7 и 9, и при этом эти цифры в каждом числе не могут повторяться, то есть используются только один раз для каждого числа. Также остановите, пожалуйста, видео, попробуйте сделать это задание самостоятельно. И если вы готовы проверить, что у вас получилось, я вывожу на экран ответы. Это задание выполнялось методом перебора вариантов. У нас получились 6 чисел. 379, 397, 739, 793 и 937, 973. Если вы сделали все правильно, вы большие молодцы. Ну а мы с вами подводим итог. Мы сегодня повторили нумерацию чисел до 1000, вспомнили название разрядов и потренировались в записи чисел трехзначных до 1000. Ну а у меня на этом все. Спасибо вам за внимание. До встречи на следующем уроке. Пока.